Малоизвестные факты о Никите Хрущеве, которые почему-то в свое время скрывали советские хроники. Ссылка на источник, друзья, в описании под этим видео. Поехали! Никиту Сергеевича Хрущева называют одним из самых непонятных, да и непонятных лидеров вообще советского правительства. С его именем связывается пресловутая отепель. Я бы сказал, даже, может быть, загнивающая отепель, различные гонения новаторов в искусстве, полет в космос, разруха на сельскохозяйственных землях, новые союзники для СССР и планета, которой грозила тень новой разрушающей ядерной катастрофы. А вот еще некоторые данные из биографии Хрущева в советское время, которые были почему-то, ну, тщательно, скажем так, скрываемы. С 1934 года Хрущев был одним из членов тройки НКВД. Станислав Реденс и Константин Маслов вместе с Хрущевым ежедневно выносили приговоры десяткам и сотням различных людей, которые попали в машину большого советского террора. В 1937 году Хрущева заменили. На его место встал второй секретарь московского горкома Волков. Но самое интересное не это. Самое интересное, что без малого три года работы Хрущев не подписал ни одного документа на расстрел. Вернее, они должны были быть, но до сих пор не обнаружены. То ли Никита Сергеевич во время своего правления, скажем так, от этого избавился. Почему? Потому что приказал, скорее всего, уничтожить эти архивные данные. То ли бумаги могли пропасть во время войны. В один послевоенный год Хрущеву удалось спасти народ от голода с помощью кукурузы. И после этого, чтобы вы понимали, окрыленный такой, знаете, весь вот этим вот кукурузным успехом, он решил сделать кукурузу одной, чуть ли не самой главной посевной культурой, ну, всего Советского Союза. Но случилось и обратное. В стране не хватало мяса, молока, даже хлеба. То есть, страна нажимает на кукурузу, а белков, например, в это время просто, скажем так, дефицит, что не дай бог. Потому на следующий год кукуруза просто уже не уродилась, понятное дело. Правда, Хрущев объяснял это не урожай, именно, скажем так, он искал какие-то вот объективные причины. Например, тем, что руководители сами виноваты в этом, так как очень халатно отнеслись к его указаниям и не следовали им. Хрущев считал, что на красоту в, например, градостроительстве уходит слишком много, слишком много денег. Да и культурное наследие, которое осталось в прошлых веках, он, в принципе, никогда и не хотел, и не желал сохранять. То есть, скажем по-простому, и не пытался. В 1962-м в московском Манеже проходила выставка художников авангардного искусства. Выставка называлась «Новая реальность». И там, конечно же, понятно, демонстрировали около двух тысяч картин, ну, скажем так, вышеуказанного авангардного стиля. В частности, все картины Хрущев назвал мазнёй, а искусство, интересное слово он подобрал, он назвал ослиным. Это ослиное от слова «осёл» – искусство. Сразу же после посещения Манежа Хрущев приказал незамедлительно исключить всех художников, которые участвовали в показе, из партии, а также из Союза художников. Но оказалось, что ни в Союзе, ни в КПСС почти никто из них, в принципе, в партии и не состоял. Поэтому исключать-то, в принципе, было и некого. В своих выступлениях Никита Хрущев не стеснялся вообще в выражениях. Он был очень прямым человеком, я бы сказал, даже грубым и в чём-то не обтёсанным с точки зрения культуры. Очень часто от него можно было слышать словосочетание «Кузькина мать». И по этому поводу даже рассказывали анекдоты. Получила большую известность история, когда Хрущев на встрече с вице-президентом США Никсоном сказал последнему, «В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжелейшие наши американские друзья последствия. Поэтому мы вам всем покажем ту самую Кузькину мать». Друзья, Никита Сергеевич Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС, с 1953 года по 1964 годы, любил неожиданные идеи, стремился сразу всё это воплотить в жизнь. Даже понимал он в этом что-то, не понимал, обдумывал. Он просто тупо действовал. Именно он, Хрущев, является первым из советских руководителей, кто совершил визит в США. А ещё Хрущев ни с кем и никогда и ни с чем не считался, говорил то, что думал и не раз в своей шутливой ироничной форме угрожал лидерам других государств. Такой он был, Никита Сергеевич. Продолжение следует...